Всем привет! Вы на канале Алена и сегодня мое видео посвящено пустым баночкам, коробочкам, ну скорее всего просто баночкам. Естественно, как и у любой хозяйки, у меня огромное количество химии и я начну с нее, пробегусь быстро. В принципе, рассказывать о ласке нет смысла, потому что достаточно известное, на самом деле хорошее средство. Покупаю я его всегда по акции, самая такая более-менее приличная акция, бывают пятерочки. В этом месяце у меня закончилось аж сразу две штуки. Ну понятно, на улице стоит жара и поэтому ласка очень удобная, потому что ты прибежал, быстренько в машинку кинул на быструю стирку, прополоскал, белье всегда свежее, очень-очень удобно. Следующее, что закончилось, естественно, это Комет. Мне был подарок вот такой вот. Я обычно беру, как правило, либо Фаберлики, либо Фикс Прайси. Ну, объясню, почему Фикс Прайси, потому что все-таки приходится экономить. И, естественно, в этот раз использовала Комет. Он мне тоже очень нравится. Надо понимать, что у него такой, знаете, характерный запах хлорки, естественно, но он не резкий. Еще тем, чем мне нравится, то, что достаточно консистенция густая, приятная. Ну, в общем-то, в принципе, что о Комете рассказывать, в общем-то, все о нем все хорошо знают. Следующее, что ушло, это чистящее средство для туалета, естественно, от компании Фаберлик. Люблю я это средство, очень хорошее, оно очищает унитазы. Единственное, что, как я уже неоднократно говорила, у меня новый унитаз. Могу, в принципе, позволить себе более такие дешевые средства. Из Фикс Прайса за 50 рублей они мой унитаз тоже хорошо очищают. Но это средство мне нравится еще тем, что оно достаточно экономичное, его нужно немного. Нету резкого запаха хлорки, что меня очень устраивает, потому что, ну, все-таки хлор я не очень люблю, когда моешь. Вы представляете, когда вы периодически моете туалет, там, в ванну, используя при этом хлоркой, естественно, у тебя бронхи как-то вот першат, начинают аллергии. Ну, не очень я люблю, поэтому нравится мне средство, чистящее для туалета от компании Фаберлик. На самом деле, хорошо очищает. Но я уже неоднократно говорила, что, в принципе, все, надо понимать, что все зависит от воды. То есть, если у вас вода достаточно мягкая, оно подходит, это средство для вашей воды, и очищает у вас ржавчину, то есть смысл брать, пользоваться. Некоторые вот мои подписчики пишут, что нет, извините, оно мне не помогает, потому что у меня такой налет, у меня старый унитаз, ну, я с этим согласна. У каждого, каждый приспосабливается уже к своему средству. Поэтому тут уже жаловаться не приходится. Следующее, что закончилось, наконец-то, это очистящее средство для духовок и плит. Честно сказать, я даже не знаю, насколько мне его хватает. Очень такое экономичное, очень хорошо чистит духовки, плиты. Я не знаю, месяца на три, наверное, флакона мне точно хватает. В этот раз решила посчитать, вот, даже на флаконе написала, какого числа я его открыла, для того, чтобы хотя бы можно было предположить, насколько мне хватает вот этого флакона. Смотрите, здесь видно, что разъедает краску. Естественно, такие средства лучше использовать в перчатках, чтобы руки у вас не страдали. Ну, могу сказать однозначно, шикарное средство, все очень хорошо отмывает. Рекомендовала, рекомендую всем своим клиентам, все мои знакомые берут. И еще раз повторюсь, что оно достаточно экономичное, хватает его на очень долго. Ну, наверное, из... А, нет, из химии еще кое-что есть. Все-таки, как-то у меня из химии много уходит средств. Следующее, что... Давайте, наверное, пройдем, опять закончим дом Фаберлик. Это мыло. Мыло для кухни. С ароматом водяной линии. Мне вот этот аромат нравится, честно сказать, больше всех. Он такой, более такой, как сказать... Ну, по мне, очень приятный. Естественно, он не сушит руку. Я использую его, как правило, на даче. Привезла я этот флакон с дачи, потому что я уже неоднократно говорила, что если вы моете посуду мылом для кухни, то вот лично у меня стоит система ТАПАЗ, то проблем у меня нету. То есть не появляется ни запах в ТАПАЗе, ничего. Поэтому, естественно, я его использую и покупаю для дачи в очень большом количестве. И вот я специально привезла, чтобы показать, что да, я не только его, как бы, знаете, чтобы не было такой голословности, типа вот заказывает, ну, мало ли для кого она заказывает, сама не пользуется. Ничего подобного. То есть теми средствами, которые я заказываю, говорю, что они для меня на самом деле так и есть. То есть я не из той категории, которая говорит одно, по факту другое. Еще одно мыло для кухни. Но так как, сами понимаете, майские праздники были, мы были много времени на даче, естественно, было больше посуда, было на даче гости. Естественно, я вот использовала не один флакон там, а целых два у меня ушло. Посуду мы мыли. Здесь тоже нету. Вот смотрите, есть средства, которые подходят, удаляют запах чеснока и лука. Вот здесь тоже нету. Ну, в принципе, честно сказать, я особо такой не страдаю. Чеснок сейчас еще не вырос, а лук уже, честно сказать, молодой практически закончился. Знаете, когда он только начинается, еще в охоточку его ешь много. Сейчас уже появляются другие. В общем-то, и салат, и укроп, и базилик, и много-много зелени. Соответственно, лука уже идет гораздо меньше. Но здесь они не пишут, что подходит, ну, удаляет эти запахи. И еще два средства из, как бы, дома. Для дома это мыло. Мыло это тоже был подарок. Мне оно очень понравилось. Хорошая была консистенция. Я зашла специально, посмотрела в магазин. Стоит оно в районе, ну, без скидки оно было, там 120 рублей. Честно сказать, я лучше куплю фаберлика мыло в районе 80, чем буду это покупать за 120. Но это для тех, кто экономит. Аромат был очень приятный. Руки, конечно, были по ощупь тоже очень приятные. Но если, как бы, есть возможность альтернатива, как говорят, да, купить более дешевый вариант, почему и нет. Вот, ну, это как раз тот вариант, когда более дешевый, можно купить более дешевый вариант. Кстати говоря, по объему здесь тоже 300 мл. Ну, вот, цена у него, к сожалению, наверное, не очень радует. Следующее что? Я решила, что поэкспериментировать. Я покупала это средство в фикс прайсе. Стоило оно 55 рублей. Его тут достаточно много, 400 мл. Я подумала, что, в принципе, для туалета не обязательно, наверное, использовать очень дорогое средство. Компания Фаберлик уменьшила флакон. И плюс еще цена там 100 рублей. Конечно, если вы используете это для дома, то, конечно, лучше Фаберлик. Тут однозначно. Но если использовать для туалета или, как я, например, использую сейчас, в последнее время, даже в коридоре, запах он не устраняет табака. Вот у меня курят, к сожалению, на лестничной площадке. Вот, ну, совершенно не устраняют. Ну, как-то его маскирует, можно так сказать. Запах табака, конечно, чувствуется. Это не Фаберлик, далеко не Фаберлик. Ну, знаете, когда это стоит 55 рублей, и, в общем-то, надо сэкономить. В общем, почему бы и нет. Освежитель воздуха. Аромат такой, знаете, ненавязчивый, не очень резкий, не очень сладкий. Честно сказать, ну, не могу сказать, что я в восторге. Ну, в общем, имеет место быть. Буду покупать, потому что, честно сказать, меня устраивает в этом отношении цена. Следующее, что много в этом месяце закончилось. Ну, я уже сказала, так как были гости на даче, мы были на даче, и, в общем-то, получается, ушло очень много шампуня. И, естественно, мой любимый Биоарктик против перхоти, такой шампунь. Ну, и я могу сказать, что у меня перхоти нету. Берем этот шампунь против перхоти. Знаете, когда он бывает по акции, не всегда бывает тот, который нам нужен. Но Биоарктик нам подходит весь. Поэтому, естественно, покупаю, когда идет по акции, любой. Мне нравится он весь. То есть, не имеет значения от перхоти, для лишенных объема, для жирных, в общем, для разных волос. Все, что по акции есть, я с удовольствием покупаю. В общем-то, Биоарктик – один из моих любимых шампуней. Перхоти у меня после него нету, голова не зудит, волосы чистые, хорошо расчесываются. В общем, короче говоря, моим волосам он очень понравился. Поэтому подтверждение этому. Кстати говоря, гости, которые у меня были на даче, они тоже, ну, как бы принимали душ, мылись. И тоже им очень понравился этот шампунь. Ну, начнем с того, что вот против перхоти, для лишенных объема у меня ушло целых два. Ну, на даче, конечно, не все. Там один ушел на даче, а остальные все ушли здесь дома. Вот. И еще ушел для окрашенных и осветленных. Ну, начнем с того, что вот у меня не окрашенные, у дочери осветленные волосы, концы, а у меня вообще просто обычные волосы. Но все равно я, как бы, пользуюсь этим шампунем, потому что в свое время мы купили, была какая-то у них акция к Берлике, мы закупили сразу большое количество, потому что, ну, нам он подходит. Следующее, что, естественно, много у меня, так как я все-таки компанией Фаберлик очень много заказываю. Следующее, что закончилось, это у сына аж два дезодоранта. Они ему безумно понравились. Я поняла, почему. Потому что это дезодоранты-антиперспиранты. Они устраняют запах пота, образование пота. Ему они безумно нравятся. В общем-то, ушло за месяц аж два. Потому что он другими, я ему заказала все, которые есть у Фаберлик для пробы. Вот, он попользовался, а потом взял немножко, попользовался другим, сказал мне, дай мне такой. Вот, их ушло в этом месяце целых два. Давайте посмотрим, что еще. Ну, в принципе, от компании Либридерм, витамин F, молочко для снятия макияжа, для сухой и чувствительной кожи. Ну, у меня не чувствительная кожа и не сухая, она жирная. У дочери чувствительная, конечно, кожа. Но это был подарок. И, сами понимаете, сколько стоит Либридерм серия. Она достаточно дорогая. И тут я могу вам сказать, что, конечно, качество у нее отменное. Практически нет никаких ароматизаторов. Очень приятная текстура. Но неприятная цена, честно сказать. Если ограничен в финансах, то, извините, к сожалению, очень сложно себе позволять такие вещи. Поэтому, как бы, мне понравилось. Я с удовольствием им пользовалась. Но купить еще раз, к сожалению, не куплю, потому что цена, ну, на мой взгляд, завышена. Хотя, может быть, и нет, потому что, как бы, ну, качество достаточно, достаточно очень хорошее качество. Начнем с этого. Следующее, что уж закончилось, Либридерм крем. Пользовалась я. Мне он тоже очень понравился. Текстура просто, знаете, волшебная. Не то, что потрясающая. На самом деле волшебная. Сказать, что я увидела эффект, после использования у меня было два таких вот тюбика. Не могу. Но как он ложился на кожу. У него не было никакого, вот, знаете, практически очень тонкий аромат. Очень приятная после него была кожа. Мне он очень понравился. Я тоже, я говорю, зашла в аптеку для интереса, посмотреть, сколько стоит эта серия. И, и, короче, и, короче, этим дело у меня закончилось. Я решила, что для рук можно использовать и бархатные ручки, которые стоят 70 рублей. и которые в два раза больше. Поэтому, мое мнение, это не значит, что я там кого-то поощряю именно вот таким образом экономить. Следующее. У сына закончился. Это тоже был у него подарок. По-моему, у него был духи с гелем для душа. Гель для душа закончился. Духи, по-моему, честно сказать, он кому-то подарил. Я даже не могу сказать более точно. Ну, гель для душа закончился. Ему он тоже очень нравился. Он его экономил. Это было понятно, потому что очень долго он стоял. Он пользовался на редких случаях. Но, опять же, я хочу сказать, что, знаете, иногда бывает, что те средства, которые мы пользуемся, которые нам очень нравятся, мы либо их сразу израсходуем либо экономим, растягиваем удовольствие. Вот это была вторая часть, то есть он растягивал удовольствие. Ему он очень нравился. Зубная паста, естественно, от компании Фаберлик. Очень редко я пользуюсь. Опять же, знаете, пользуюсь другими средствами, как правило, по той простой причине, что кто-то что-то подарил. И редко у меня они очень бывают. я не захожу, не смотрю в эти отделы. А потом, знаете, еще плюс какой в Фаберлике. Очень удобно. Ты сел за компьютер, сразу пробежался, ага, мне надо то-то, 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 то-то. Я заказал, получил свой заказ, и голова у тебя не болит. О том, что тебе надо пойти в магазин и что-то там купить и прикупить. Поэтому, естественно, от компании Фаберлик я заказываю достаточно много всевозможных средств для зубов, вы сами видите, для волос, для кухни, в общем-то, для всего. Ну, по крайней мере, мне нравится. Давайте посмотрим, что еще крем для рук. Это был подарок мужу ему, кто-то там подарил. Их было несколько из этой серии, тоже всевозможные. Ему он очень нравился. Он им пользовался. Вот он наконец закончился. Последний, наверное, тоже был подарок. Что могу сказать? Я что-то как-то вот заходила в магазин для интереса, смотрела цену, не увидела его, честно скажу, не увидела. Поэтому сказать, сколько это стоит, даже близко не могу. Но крем мужу очень понравился. Могу сказать еще тем, что у него нету жирной такой вот текстуры. Очень хорошо увлажняет руки. Ему очень понравилось. Он был доволен этими кремами. Он ими пользовался. Наверное, последний, если я не ошибаюсь. Дальше что закончилась вот такая масочка. ее покупали в Германии для пробы. Она на основе меда. Характерный был аромат меда. просто для пробы попробовали. Да, приятная текстура, эффекты, сами понимаете, это же пробник, в принципе, какого можно ожидать. мыло от компании Куберлик. Нравится нам очень, мы любим им пользоваться. Это карамельная груша. Единственное, что, конечно, цена. Можно купить и подешевле. И у него граммов немного. Есть его 65 грамм. Он достаточно быстро заканчивается, так как у нас много народу, мы моем руки. Единственное, что могу сказать, знаете, вот бывает, покупаешь мыло и оно как бы очень быстро начинает течь, там, как-то вот, у него менее плотная текстура. Здесь, конечно, очень удачное у них, они хорошо делают мыло. Оно, ну, как бы сказать, не течет, даже не могу сказать, как бы это выразить по-понятней. Ну, нам очень нравится вообще от компании Фаберлик мыло, очень хорошее. Единственное, конечно, вот я говорю, 65 грамм, они стоят, когда бывают со скидкой, 39 рублей. Конечно, по цене это, ну, для кого-то может быть и не очень-то дешево. Но я все равно покупаю, потому что мне нравится аромат, мне нравится текстура, мне нравится, как они сделаны, их форма. в общем, короче, мне нравится. Да, следующее посмотрим от компании Иван закончилась туалетная вода Viva La Viva. Очень нравилась это, пользовалась моя дочка, она, в общем-то, ей вообще очень нравится вся, практически вся туалетная вода от компании Иван. от Фаберлика она как-то не очень, мы пробовали несколько, вот здесь приходится, знаете, я редко заказываю сейчас Иван, очень редко, раз там чуть ли не в полгода, когда уже вот нужно какую-то там туалетную воду прикупить, еще я там пользуюсь тональником, ну, в общем-то, не такой большой ассортимент, поэтому заказ обычно бывает сразу раз, большое, что-то там позаказали. Вот дочку больше предпочитает воду от компании Иван, чем от компании Фаберлик, ну, знаете, как говорят, на запах и цвет товарищей нет, то есть вот здесь именно запах. Также закончилась вот такой вот такие у нее туалетная водичка, она сделана в виде зажигалки, ей очень нравился дизайн, потому что она у меня не курит и очень часто бывает, что, знаете, люди, видя зажигалку, говорят, ой, дай прикурить, она говорит, нет, это духи. Ну, такой вот более оригинальный, вот они у нее в сумочке болтались, лежали, закончились. Сказать, что она в восторге от аромата нет, но она говорит, что иногда в общем-то при необходимости воспользоваться, почему бы и нет. Сами видите, такой достаточно дизайн неплохой. Что ей еще нравится, то, что это красное, это всегда бросается в глаза. Я тоже обратила внимание, что, знаете, в дамской сумке что-то найти, это иногда бывает просто проблематично. естественно, красное оно как-то быстрее ищется, поэтому ей вот нравилось то, что оно было красным цветом. Ну, на этом, наверное, все. Декоративная косметика у меня в этом месяце не закончилась, как ни странно, но, наверное, знаете, из-за того, что как-то пользовались одно, одним, потом начали другое, третий, и я тут поняла, что у меня опять стоит огромное количество флакончиков, особенно в декоративной косметике, и там половинка, там четвертинка, конечно, надо как-то что-то убрать, но, вот, увы, не получается, поэтому, к сожалению, видите, то есть декоративной косметики нету, в этот раз химия и уходовая косметика, но, сами видите, что достаточно немало что-то закончилось, вы услышали мои отзывы, мне будет приятно почитать ваши комментарии, узнать, что вы думаете, что нравится вам, что вам не нравится, на этом я с вами прощаюсь, вы были на канале Алена, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok